здравствуйте дорогие друзья сегодня я поговорю с вами о том как с помощью старого роутера который завалялась у вас в этой кладовке можно усилить вашу вай фай сеть в квартире или доме я думаю почти у каждого из вас валяется такой роутер с одной двумя и несколькими антенками которые вы давно не используете и если у вас в какой-то части квартиры или дома не добивает вай фай сигнал вы спокойно можете использовать его для учреждения конечно идеальный вариант купить какой-нибудь вай фай мышь систему или построить ее на роутерах kinetic однако не всегда это имеет смысл и не всегда хочется на этот раз деньги можно попробовать решить ситуацию с минимальными потерями и так давайте я вам расскажу как можно использовать старый роутер для учреждения вай фай давайте представим что у вас есть какой-то вай фай роутер и он у вас работает однако он каких-то частях квартиры он не дотягивает или дотягивает слабо что мы можем сделать мы берем старый роутер мы должны соединить его с вашим основным есть два способа соединения самый надежный и правильно это конечно по кабелю второй способ это соединение по вай фай давайте разберем два эти способа и вы потом сами попробуйте настроить роутер у себя дома и так разберемся сразу с первым способом подключения по вай фай я думаю в основном все используют такой способ однако стоит учитывать что нельзя поставить роутер в самую дальнюю комнату квартиры как можно дальше там где у вас не ловит вай фай его нужно ставить в том месте где вай фай добивает и чтобы он ретранслировал сигнал и не было такого что и даже сам этот роутер не сможет словить сигнал поэтому выбираем место где-то посередине где вай фай стабильны и тогда он сможет дальше ретранслировать сигнал сразу роутер мы сбрасываем на заводские настройки чтобы его сбросить обычно роутер есть кнопка reset или кнопка которая нажимается зубочисткой или просто кнопка обычно ее нужно держать около десяти секунд по все пока все индикаторы не загорятся и он перезагрузится на каждом роутере сзади написан логин и пароль для доступа на веб-интерфейс в интерфейсе роутеров обычно по стандартным адресам 192.168.1.1 или 192.168.0.1 также я буду подключать роутер по вай фай что нам нужно сделать для того чтобы подключить по второму способу по вай фай первым делом нам нужен айпи адрес от вашего основного роутера обычно айпи адрес 192.168.1.1 или 0.1 но его можно проверить на вашем мобильном телефоне или на компьютере который подключен к вашему роутеру в настройках сети зайдете и посмотрите какой шлюз у нас какой шлюз вашего роутера допустим я захожу в вот у нас подключен вай фай называется тест нажимаю открыть настройки сети и здесь можно нажать дополнительно и увидеть вот виден айпи адрес нашего компьютера 192.168.1.100 значит в этой же подсети будет роутер но чтобы точно удостовериться нажмем раздел айпи адреса и видим маршрутизатор 192.168.1.1 на телефоне это конечно все попроще в настройках вашего вай фай выбираете информация о нем и там будет или основной шлюз или маршрутизатор и этот айпи адрес все мы знаем айпи адрес основного роутера на новом роутере айпи адреса обычно такие же для того чтобы зайти на его веб-интерфейс сейчас я покажу как все это настроить я буду настраивать по вай фай то есть подключаться к новому роутеру по вай фай вы можете подключиться по кабелю если у вас в ноутбуке или в компьютере есть lan разъем то есть подключается в любой из четырех lan портов и так я подключаю роутер в розетку и жду пока он загорится затем необходимо переключиться на вай фай данного роутера у нас роутер модели tp link но у нас роутер марки tp link поэтому вай фай будет называться tp link и с какими-то цифрами сейчас дождемся пока он загрузится вот tp link подключаемся к нему в данной модели достаточно старая и пароли вай фай если драться выше на заводские настройки нет вообще все мы к нему подключились теперь заходим на его веб-интерфейс я даже не знаю как у него веб-интерфейс попробуем 01 у tp link обычно 01 или 11 так 01 да все вот мы зашли на веб-интерфейс роутера и так что нам нужно сделать первым делом мы сделаем себе так первым делом заходим в беспроводной режим нам необходимо найти режим ретранслятора данный режим в роутерах обычно называется vds также может называться режима repeater режима варилась bridge или что-то типа такого в основном называется vds вот в беспроводном режиме настройках беспроводного режима есть vds то есть мы его сейчас включим однако первым делом хочу сказать вы можете поменять имя вашего вайфай например у нас основной роутер называется тест сделаем тест 2 тест 2 сохранить также мы поставим пароль пароль у нас в любом случае нужно пароль ставить поэтому пароль поставим для примера такой же как на основном от 1 до 9 и 0 на конце нажимаем сохранить ok перезагружаем регистратор точнее перезагружаем роутер когда мы его в любом случае что-то меняем необходимо перезагрузить для того чтобы изменения вступили в силу сейчас немножко подождем ну сделаем уже полностью все все настройки чтобы вам было понятно в случае вам пароль нужно менять итак когда пароль поменялся необходимо заново подключиться к нашему роутеру потому что поменялось название вайфай сети и итак ждем сейчас появится тест 2 тест 2 подключились тт 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 тест 2 подключились так перезагружаем заходим на айпи адрес на веб-интерфейс роутер теперь заходим в беспроводной режим и включаем данный пункт vds и в этом пункте надо нажать поиск для того чтобы найти какому роутеру мы будем подключаться основному то есть если вот он нашел все вайфай сети мы подключаемся к роутеру тест к роутеру тест подключились он выбрали его он сделал его мак-адрес необходимо ввести пароль вводим пароль которая у нас на основном вайфай до 4 5 6 7 8 9 0 сохранить сохранить канал вашей точки доступа не совпадает необходимо изменить до у основной точки доступа основного роутера должен быть такой же канал вайфай как и и у нашего репитера поэтому мы его меняем ну он автоматически все поменяет так мы все сделали однако изменение вступит в силу после перезагрузки сразу же не перезагружая роутер мы ищем пункт dhcp dhcp это автоматическая раздача айпи адресов нам он не нужен потому что у нас айпи адреса раздает основной роутер поэтому мы его выключаем нажимаем сохранить также изменение пока не вступили силу необходимо пока не перезагружать роутер а зайти в раздел сеть и найти айпи адрес данного роутера и поменять его на айпи адрес основном с основного роутера главное чтобы он совпадал с основным роутером то есть из той же под сети сейчас у нас у нового роутера айпи адрес 192 168 01 а у основного 192 168 11 давайте зайдем вот в локальную сеть вот локальная сеть айпи адрес роутера поставим под сеть такой же как у основного и поменяем чтобы они не конфликтовали айпи адрес на например 2 то есть у нас один роутер будет опять айпи адрес 192 168 11 2 будет 192 168 12 и нажимаем сохранить и пошла перезагрузка сейчас когда произойдет перезагружка по идее уже все будет работать как точка доступа и вы сможете отнести в любое место данный роутер и он будет раздавать вам вайфай конечно основной минус в том что у вас будет уже две вайфай сети 1 в нашем случае тест 2 с 2 однако это не сильно мешает пользоваться интернетом многие телефоны автоматически подключаются к более мощному сигналу вайфай и будет сам переключаться если вы хотите чтобы была одна сеть вайфай желательно покупать уже мэш-систему так называемому чтобы вайфай был бесшовный например на роутеров на роутерах kinetic это реализовано очень качественно вы можете купить несколько роутеров и соединить их в бесшовную сеть однако это совсем другая история мы рассматриваем вариант бюджетный нашли старый роутер и настраиваем его чтобы он не пропадал итак у нас роутер подключился ip адрес поменялся так давайте проверим интернет все интернет у нас заходит проверим а нет это у нас основная точка доступа давайте подключимся к новой т.с. 2 т.с. 2 ему не хочется подключаться почему-то нет начал подключаться подключился к тест 2 перезагрузим страницу все все работает зайдем все работает зайдем на наш сайт какой-нибудь раздел все все работает теперь у нас две точки доступа и 2 не соединяется ни кабелем ничем только подключается в розетку главное чтобы она была в зоне действия основного вайфай и будут раздавать вайфай дальше итак давайте теперь разберем второй способ второй способ настраивается попроще он настраивается по кабелю как мы его будем подключать нам необходимо точно так же выставить в настройках держ степи держ степи у нас должен быть выключен и и адрес у нас также должен быть в той же локальной почте сети то есть как и здесь мы настройки все такие же единство чтобы не подключаем к вайфай и мы от основного роутера протягиваем подключаем провод от любого лампорта основного роутера в любой лампорт дополнительного давайте попробуем без всяких настроек вставить единственное что настройках отключим vds чтобы он не подключался к вайфай и вставим в лампорт в лампорт основного роутера так для того чтобы зайти на веб-интерфейс я по-моему не говорил необходимо вводить пароль иногда он заходит автоматически но в основном пароли админ админ то есть на роутере это все написано логин и пароль админ админ маленькими английскими буквами если логин или пароль другое то это написано самом роутере зайди и так беспроводной режим заходим в так вот vds выключаем vds нажимаем сохранить и нажимаем перезагрузить итак мы перезагружаем роутер и уже будет vds выключен так роутер у нас перезагрузился подключаем в ламп разъем кабель от основного роутера и у нас соединение должно произойти на том же нашем вайфай сейчас проверим подключаемся к нашему второму роутеру так вайфай подключился пробуем заходить все все работает так давайте подытожим для того чтобы усилить вайфай нас с помощью старого роутера необходимо поменять айпи адрес на старом роутере в той же почти как и как и на основном вашем однако изменить последнюю цифру также если вы подключать по вайфаю то включить режим vds найти вашу вайфай сеть и ввести пароль а также в любом случае необходимо отключить держся писем то есть раздачу автоматически айпи адресов если вы подключаете по кабелю то вы от основного роутера кабель вставляете в любой ланпорт и делаете все то же самое меняете айпи адрес роутера на такой же из этой же локальной подсети меняйте последнюю цифру и отключаете dhcp в принципе все если у вас были какие-то вопросы или вы по-другому как-то используйте настраивать роутер пишите в комментариях очень интересно будет почитать подписывайтесь на что на канал ставьте лайки комментарии пишите и до новых встреч пока